Итак, дорогие друзья, продолжим разговор, в котором мы подробно изложили понимание того, что второе пришествие Христа состоялось. Если вы не видели этого видео, то ссылку мы прикрепляем ниже. Мать Мария сказала, есть только один урок, который необходимо выучить. Страдания людей никогда не будут облегчены или превзойдены до тех пор, пока люди следуют за падшими существами, которые всегда стремятся возвысить себя в качестве элиты. С другой стороны, мы приходим к пониманию того, что цивилизация должна быть построена на новом основании — основании сознания Христа. Ведь ныне живущий Христос не отделён, не оторван от жизни, как многие думают. Наоборот, Он часть этой жизни. И более того, Он обладает своим видением по каждому аспекту нашей жизни на планете Земля. И если это так, то люди должны иметь ориентир того, как Он видит современную жизнь, каково положение дел в образовании, экономике и жизни в целом. Люди должны познакомиться с Его видением, с Его позицией, чтобы в конце концов иметь выбор, за кем следовать. За падшими существами, которые генерируют нисходящую спираль, сию тьму и хаос, либо за живым Христом, который и есть свет этому миру. Итак, мы приглашаем вас познакомиться с видением Христа, с позицией Христа, размышлять и сделать свой выбор. Сфера, которую я брала для освещения на конференции, это наличие людей эго и развлечения. Дима уже ее затронул и до некоторой степени раскрыл, поэтому я немного дополню эти две сферы. Когда люди смотрят на мир, на то, что в нем происходит, то особенно в наше время, когда с помощью интернета стала доступна различная информация и происходящее в мире, то они лицезреют, как много в мире неправильных вещей и как много страданий. И, как говорил Будда, ни одно живое существо не хочет страдать, а ищет, как избавиться от страданий и достичь счастья. Сейчас все больше людей пробуждается к тому, что существует элита, которая захватила власть. И даже некоторые люди понимают, что это не просто люди, а эта элита не принадлежит к существам света, а это темные существа. И мы их называем падшими. И склонность человеческого сознания назначать причиной происходящих несчастий – это что-то вовне. То есть если я испытываю какой-то дискомфорт, соответственно, кто-то вовне всегда виноват. Если я раздражаюсь, то, соответственно, есть объект, который меня раздражает, обстоятельства, которые складываются не так, системы, которые в обществе, которые устроены не так, как должны, государства и так далее. И, соответственно, вот сейчас сознание разваляется к тому, что вот причина – это вот эта элита, вот эта падшая. И, соответственно, если мы уберем вот эту вот элиту, соответственно, жизнь наладится, и все будет хорошо. Но так ли это? Одна из идей, которая присутствует в массовом сознании – это о том, что добрые люди спасут мир. То есть доброта спасет мир. Соответственно, для этого добрых людей должно быть много. Да, соответственно, давайте вот воссоединимся и будем творить добро. Вот существует много различных организаций благотворительных, Красный Крест, многие благотворительные организации, которые делают что-то хорошее. Но проблема в том, что сколько бы не было этих благотворительных организаций, сколько бы не было благотворительных фондов, сколько бы не было хороших людей и этого добра, проблема не уйдет. Почему? Хотела бы привести несколько примеров. Вот, например, благотворительная организация «Красный Крест». Если мы смотрим ее сайт, то она заявляет о себе, что является организацией, которая обеспечивает гуманитарную защиту и помощь жертв в вооруженных конфликтах и других ситуаций насилия. То есть она помогает людям. И не так давно происходит ситуация, когда в связи с военными действиями на Украине под Мариуполем обнаружили базу Международного комитета Красного Креста, где были сотни карт с обозначением здоровых органов у детей. И таким образом, вот, эта организация, да, мы видим, что она вполне возможно участвует в торговле органом, да. То есть то, что это не то, что неправильно, то есть аморально, и просто это то, чем занимаются все темные силы, да. А, казалось бы, благотворительная организация. Точно такой же пример можно привести про церковь. То есть, я думаю, многие слышали в католической церкви ситуации, когда развита педофилия, да. Вот эти ситуации сейчас вскрываются, и, соответственно, люди, когда смотрят, да, получается, что а нет, нет, как бы, ни одной организации, да, людей, которым бы ты вот мог довериться, и что это было бы, это бы несло в себе, ну, что-то такое светлое, фундаментальное, на что ты можешь береться, чему ты можешь доверять, а зачем ты можешь следовать. А потому что, на самом деле, их не существует, и не существует потому, что корень зла, он находится не где-то, а он находится в каждом человеке. И люди к этому до сих пор не развернуты. Одна из причин, потому что это завуалировано, да, как говорил Дима, завуалировано как раз темными силами, и сознание людей, внимания людей направляется на поиски причины вовне. Потому что они знают, что если мы искореним тьму внутри себя, соответственно, они не получат больше доступ для манипуляции нами. через ту тьму, которая находится в каждом из нас, они имеют доступ к нам. Что такое тьма в человеке? мы называем это эго. Эго — это совокупность иллюзий, заблуждений, негативных состояний, энергий, в которых пребывает человек. Они образуют огромное количество различных фильтров, теней, которые просто как огромной беленой окутывают его сознание. Вознесенные владыки говорят, что на планете Земля 85% нереальности, тьмы. То есть, представляете, вот эта вот тьма в каждом из нас, вот этот вот такой огромный конгломерат фильтров, через которые мы смотрим, и мы вроде как нам кажется, что мы видим реальность, но на самом деле реальностью это и не пахнет. И духовные учителя говорят о том, что люди бредут во тьме, то есть как раз подразумевают то, что они думают, что они живут, они думают, что они видят реальность, но на самом деле это большая-большая иллюзия, и даже многие духовные люди к этому не развернуты. Как уже говорили, что вот существует благодушная духовность, которая как раз направляет внимание людей на то, что вы должны ощущать свет, вы должны пребывать в свете, в благости. И многие люди под вот этой иллюзией, к тому же существует огромное количество лжеучителей, как раз работающими с первыми 10% людей, которые пробудились, и для того, чтобы удержать их, не давая им возможности дальше пройти к воссоединению своим Высшим Я, своим Истоком, они как раз не дают им ключей к искоренению этой тьмы. И люди поют мантры, читают молитвы и не работают с самим собой. Почему важно искоренить также тьму в себе? Потому что, имея Вы хотя бы одну маленькую крупицу тьмы, она имеет способность разрастаться. Если вы помните фильм «Адвокат дьявола», когда главный герой дошел до самого апогея, то есть он увидел вот эту тьму, через которую им манипулировал дьявол. И тем не менее, он решил отказаться от своих достижений, от высокой карьеры, которая раскрывалась перед ним, от того, чтобы иметь все, что он захочет, и вернулся к тому, с чего начинал. И в тот же самый момент он был опять пойман на крючок. Как дьявол сказал, мой любимый грех это тщеславие. То есть если вы имеете хоть что-то, за что, то есть вот эта сила семя тьмы, то соответственно князь мира сего, он всегда имеет вас за цепку. Именно поэтому говорят, что вознесенные владыки, князь мира сего идет и не имеет во мне ничего. Соответственно, для того, чтобы очистить, для того, чтобы стать вот этой чистотой, необходимо освобождаться от тьмы, необходимо очищать свое силовое поле, для того, чтобы не иметь, не позволять силам мира сего управлять нами, вот, а также для того, чтобы быть открытой дверью для света, для Бога. И одним тоже из важных, одна из важных вещей, соответственно, на этом пути, это проблема развлечения. Люди, живя в мире, живя в обстоятельствах, постоянно хотят знать, а как же правильно. То есть они сталкиваются с чем-то и их все время мучает вопрос, а как надо? Как? правильно, да, что значит нормально или ненормально, что значит хорошо и значит плохо, то есть и в принципе человеческое сознание мерит вот такими понятиями. И аборты, это нормально или ненормально? Смена пола, это нормально или ненормально? Про такой праздник Хэллоуин, это нормально или нет. То есть откуда в людях берутся вот эти нормы, они идут из массового сознания. А массовое сознание, как мы все помним, это продукт элиты власти, которые она создает для всех нас. и соответственно это то, на что по сути мы не можем опереться. То есть нормы, они постоянно меняются. И в одном случае может быть нормально одно, а в другом случае это будет совершенно ненормально. Про нормы, да, вот еще недавно было нормой это когда отношения мужчины и женщины были освещены браком, вот, и это было нормой для общества. Неприемлемо было, чтобы люди с друг другом сожительствовали, не осветив свой союз бракосочетанием. А сейчас это в обществе считается нормой. Нормы это то, на что люди пытаются опереться, понять, как себя вести, а на это опереться нельзя. И это то, на что пытается опереться человеческое сознание. Развлечение, оно оно отстоит от человеческого понимания, что хорошо, что плохо. Оно идет в сфере выше этого. Там, где идет речь о Христосознании. И оно измеряется тем, что существует божественный стандарт, божественные нормы, которые Бог создал для этого мира. И в действительности, говорит Иисус, есть только один уместный вопрос. Вот то, что вы видите, то, с чем вы сталкивались, это от Бога или не от Бога? Это находится в рамках законов, установленных Богом при создании этой Вселенной? Или это вне рамок этих законов? для того, чтобы понять реальность, понять истину, понять, что истина, а что нет, что от Бога, что нет, существует духовный путь. Человек не может соприкоснуться с высоким пониманием вне следования духовному пути, вне следования вот этому высшему пониманию, которое ведет его в его сердце. И развлечение, оно развивается по мере того, как человек продвигается по духовному пути. Чем больше человек продвигается по духовному пути, расширяет свое сознание, очищает свое силовое поле, тем больше для него раскрывается истина, ее грани. И чем больше раскрывается истина, тем более свободным он становится. И познаете истину, истина сделает вас свободными. Хотела еще привести некоторые идеи, которые существуют в массовом сознании, ложные идеи, которые люди вещают. идея это что вещи и ситуации они будут зависеть от нашего восприятия этих вещей. То есть ничего нет плохого или хорошего, все зависит от того, как ты это воспринимаешь. То есть тот же пример про Хэллоуин. Я сталкиваюсь с людьми, которые доказывают, что не все так плохо. То есть это не праздник сил тьмы, как на самом деле он им является. А это ну если тебе весело, если ты не наряжаешься в это в черта, то соответственно как бы все остальные грани праздника они приемлемы, нормальные, можно совсем присоединиться к массовому празднованию и просто радоваться. Также существует идея, что человек способен понять и разобраться во всем умом, интеллектом. И вот тут тоже искажение сильное, когда люди возвели свой ум, интеллект на пьедестал. Но опять же это тоже заблуждение. человеческий ум он как раз меряет вот этими дуальными понятиями. И владыки говорят о том, что не существует для него как крайности, куда он может дойти в том, чтобы оправдать какие-то свои идеи. То есть они говорят о том, что вот вы считаете, что существуют злые люди, а злых людей не существует. Существуют люди омраченные, то есть как раз своими иллюзиями настолько, что они считают приемлемы. Иисус говорил, что если бы вы могли проникать в сознание этих людей, как могу это делать я, то бы увидели, что они считают вот там как был Холокост и различные другие злоденяния, что то, что они делали, это было оправдано. И соответственно ум он докажет, что это действительно так. Еще одна ложная идея, что истины нет, или мы никогда не узнаем истину, то есть не стоит и пытаться, ее невозможно понять, то есть настолько все в этом мире запутано, то есть скрыто от наших глаз в том числе элиты, что можно даже не пытаться в этом разбираться, потому что невозможно. Но невозможно именно с человеческой точки зрения, с человеческого сознания проникнуть в это во все. еще одна идея, и она очень хорошо ложится на сознание духовных людей, это что мы можем понимать сердцем, что мы можем опереться на свои внутренние ощущения и, исходя из этого, понять, что истина, а что нет. И многие люди на этом и останавливаются, что я слушаю свое сердце, я следую за ним, и, соответственно, мне этого достаточно. Но если человек не продвигается по духовному пути, он не ставит своей задачей это возвышение своего сознания и продвижение по пути расширения своего сознания, то он может как раз очень легко принять голос своего сердца за голос своего эго, потому что оно умело маскируется. И все наши непроработанные состояния, все наши травмы, они так или иначе будут им, как бы, они имеют доступ к нашему существу и подстраиваются под голос нашего сердца. соответственно, для того, чтобы не следовать голосу своего эго, а следовать голосу своего истинного я, необходимо очищение своего сердца, необходимо очищение своего сознания. возлюбленная гурума говорила о том, что помощью в развлечении на пути существует учение, которое дается. То есть закон Моисея, который был принесен людям, как различить? Есть определенные положения закона, которые даются. То, что приносил Моисей, то, что раскрывал Иисус позже. И это уже определенная основа для того, чтобы можно было каким-то образом иметь возможность различать. Опять же, если человек не двигается духовным путем, то, опять же, это может привести его к тому, в каком положении были книжники и ферисеи. Были те, кто ведали и понимали, что они скрывают истину от людей, а были те, кто просто следовали слепо определенным каким-то правилам, то есть они еще не проникли в суть истинного учения, что буква закона это не главное. Закон существует для того, чтобы найти ключ разумения к нему и раскрыть этот закон внутри своего сердца. Соответственно, в своем развлечении мы можем опереться на закон, который был, были даны пророками, духовными учителями. И самое главное это, конечно, взращивать свою связь со своим высшим я, со своим духовным учителем для того, чтобы становиться открытой дверью для той истины, которая существует в Боге. в Боге.